всем доброе утро так как у нас теперь в ванне стоит полочка вы можете стоять на ней и наблюдать за всем потому что раньше ее не было я в принципе не знала куда поставить телефон а сейчас все стало гораздо проще в 10 утра я впервые наверное за неделю стою так рано по собственному желанию первым делом мы конечно же должны потом умываться и почистить зубы но знаете в какие-то дни я просыпаюсь и понимаю что я не хочу умываться в какие-то дни я просыпаюсь и понимаю что надо умыться в какие-то дни я не хочу умыюсь позже мне с вами прям очень лень но зубы я почищу хотя-хотя обычно я и умываюсь и чищу зубы после завтрака потому что у меня сил хватает на что не хватает до завтрака поэтому да так я люблю завтрак просыпаюсь я в принципе только из-за завтрака в таком пистоле потому что у меня не есть Обычно, когда я занимаюсь какими-то утренными делами, вообще сразу с утра встаю, встаю наушники в уши и слушаю либо аудиокниги, либо какие-то подкасты на телефоне. Но так как сегодня телефон у меня был, буду смотреть ютуб. Просто, чтобы на фоне что-то болтало, потому что по тишине находиться. Просто хочется, чтобы что-то болтало, чтобы, знаете, мозг потихоньку просыпался. Сейчас что-то найдем. Еще я с утра впервые в жизни, сегодня вы станете свидетелями, решила попробовать с утра минут хотя бы 5-10 просто садиться, открывать глаза и сидеть без телефона. Вот знаете, многие называют это медитацией. Я, кстати, давно уже хотела попробовать что-то типа медитации. Но все время думала, что, во-первых, что мне не надо, во-вторых, что мне это просто не понравится. В-третьих, просто как-то не хотела. Знаете, вот говорится, хочешь, будешь делать, а хочешь, не будешь делать. Вчера я перед сном положила телефон. Час ночи был, я себе такая говорю, так, надо уже ложиться спать. Положу телефон, не смогу заснуть, но просто хотя бы телефон до часу положу ночью. Решила, в общем, так делать, чтобы засыпать пораньше. Мне без телефона было так прикольно, так классно. Типа у меня столько мыслей какие-то приходили в голову. Короче, знаете, иногда полезно сидеть на телефоне, вот я к чему. Я подумала, что надо с утра так делать, потому что я знаю, что кто-то говорил так, много кто, кстати, говорит так, что надо с утра проводить какое-то время без телефона. Я это не делаю, это, в принципе, медитация, типа, чтобы ты проснулся только. Вот говорят же, что нельзя брать телефон с утра, как только ты проснулся. Правда, потому что ты сразу забиваешь свой телефон. Какой-то, что мне нужно. Вот, я так никогда не делаю. Но я всегда что-то слушаю с утра, поэтому, как бы, получается, я как бы тоже в той же лодке. Поэтому я сейчас с утра просто хочу здесь, просто посидеть. Минут 5-10-15. До завтрака у нас уже есть 20 минут, поэтому успеем. Ну что, ребята, коврик у нас имеется, но просто он в той комнате по 3-5 дней, поэтому я не буду его деть. Это делать на обычном ковре. Просто я не читаю. Посмотрим, какие нам мысли придут в голову, о чем захочется подумать. Она против окна. Мне кажется, такими темпами уснуть можно. Интересно очень. Здесь есть. Итак, наша любимая рубрика «Завтрак». Я на самом деле не знаю, что я хочу. Мне кажется, мне уже можно открывать отдельный канал про готовку завтраки, потому что... Только про завтраки. Потому что завтраки я просто обожаю. Мне кажется, можно было есть завтрак-обед на... Это целый ритуал, который помогает проснуться, который помогает вообще почувствовать себя человеком. Знаете, вот я считаю, что от завтрака вообще много что зависит. Как он выглядит, какой он будет вкусно-невкусно, зависит твой остальной день, часть дня. Поэтому для меня завтрак это прям вот очень важно. Вот. Я хотела на самом деле сварить овсянку, ну кашу хотела. Но потом спойла, что овсянки у нас нет. Потом такая думаю, ладно, значит сварю рисовую кашу. Рисовой каши у нас тоже нет. Рисы у нас нет. Но кашу я сегодня есть не буду. Потом мне захотелось печь панкейки. Но вспомнила, что я вчера пекла банановый хлеб ночью. У нас есть целый банановый хлеб, который никто не съел. И его можно будет съесть. Поэтому панкейки и банановый хлеб, по-моему, будет не очень питательным. Я по утрам еще обожаю есть яйца. Вообще почти каждое утро я ем яйца. Мне еще сейчас в голову пришла идея. Просто я смотрю прямо на спагетти. Мне пришла идея сварить спагетти с утра. Да, мы едим с утра спагетти. Мы любим есть что-то плотное на завтрак. Вот мы ночью, ночью, вы тоже едите ночью. Мы вечером не так много едим. То есть мы обычно выпиваем коктейль и что-то съедаем. Вещем мы мало вообще едим. Вот с утра, с утра мы можем поесть и макароны. И доширак мы в основном с утра едим. Смотреть макароны. Но я уверена, что они к 100% обрадуются. Но хочу ли я эти макароны? Смотрите, кстати, вчера я все-таки навела порядок в холодильнике. Я в последнем влоге говорила о том, что мама заказала вот таких вот ящичков много. Специально для организации. И она мне когда их принесла такая, вот, я там заказала. Я такая, вау, круто, я обязательно разберусь, сделаю, все такое. Потому что я обожаю, когда в холодильнике вот такой вот порядок. И по итогу они стояли там в коробке. Вон она до сих пор стоит, коробка. Они долго в коробке стояли. Я маме все время говорила, что у меня просто нет вдохновения. Мне надо время. А вчера мама сама начала распаковать эти коробки. Просто такая, говорит, ты хотела бы их распаковала бы. Я такая, да, да. Мама говорит, что она что-то приготовила вчера. Вот, по-моему, приготовила. Она говорит, такие, некуда место, ну, некуда было это убрать. Я такая, супер, вот он, собственно, и повод. Поэтому мы вчера тут немножко убрались. Теперь у нас тут вот так. Да, я кофе сделала со вчерашнего дня. Специально, чтобы на это сегодня время не тратить. Чтобы оно было холодным на банановом молоке. Но оставалось банановое молоко. Надо было с ним что-то сделать. Я такая, попью кофе. В общем, мой выбор в итоге пал на обычные вареные яйца. Я даже жарить не захотела, чтобы вы понимали. Овощи. Дынь. Рабуз в нашем доме едят все. А вот дынь не все. По-моему, никто ее не ел, кроме меня. Вообще, вообще, у нас есть стол. Но я очень редко, почти никогда не завтраку со столом. Я знаю, что все почти говорят, нельзя смотреть телевизор, когда мы едим. Надо, типа, сидеть и вот именно кушать. Но, знаете, здесь я остаюсь при своем мнении. Потому что я обожаю что-то смотреть на ютубе. Или сериал вообще какой-то включать. Кажется, просто у меня, значит, складывается ощущение какой-то вот неспешности. Если я буду сидеть и не смотреть ютуб или что-то еще, я просто быстро поем и все. У меня вот уйдет аура завтрака. Мне кажется, так останется до конца моих дней. Ну, что это святое. Это уже вошло в привычку просто. Мне так кажется, у меня не так много плохих привычек. Поэтому телевизор за завтраком, это, знаете, не смертельно. С недавнего времени я полюбила прям вкус кофе, знаете, горького. То есть я могу его пить без сахара. Но с молоком. С молока пока еще не могу. Надеюсь, не буду. Знаю, что должно случиться в жизни, чтобы я полюбила такой горький вкус кофе. Это кто-то любит. Я хочу с утра монтировать видео. Давно у меня я когда составляла план... Я когда составляла план... Недавно составляла план жизни, чтобы организовать мое свободное время. Вообще мое, в принципе, время. Я решила, что с утра будет самое то следить за монтажем. Потому что, в принципе, у меня больше времени-то и нет. Но проблема в том, что с утра очень мало желания. Поэтому смогу я садиться. Я вообще хотела садиться с утра. То есть как я только встаю. Потому что кушать я сажусь часов 11-12. До этого времени я все пыталась забить пространство, чтобы как-то чем-то заниматься. Как оказалось, до еды я не могу заниматься ночью. Поэтому... Я вчера хотела вообще сесть. Но вчера села, начала монтировать. А у меня что-то программа тормозила. Короче, бесит. Так как наша принцесса проснулась в горошине, можно, в принципе, застилать кровать. А зачем она застилась вообще, в принципе, да? Кровать Джолика не застилена. Знаете кто-то? Знаете вот, кто его кровать застилает? Я. Жора. Ты почему свою кровать не застилаешь? А? Почему же, ребята, это я делаю? Нет, мой. Это он. Голос. Дай лап. Дай лап. Дай лап. Дай лап. Дай лап. Типа он дурачок, не понимает, что значит дай лапу. Хотела поделиться радостным событием. Моя монтажная рутина продвигается вперед, потому что программа начала работать нормально. Я не знаю, что это за фигня такая, но, видимо, просто бывает такое, что когда она тормозит и все такое. Ну, короче, и она начала работать нормально, быстро. Не хочу накаркать и что-то в этом роде. Но здесь так будет продолжаться. Поэтому монтаж идет полным ходом и с хорошим настроением. Потому что ничего не тормозит. Тут происходит вот это вот. Аня. Ребят, смотрите, Ника сделала маникюр. Подождите, догадайтесь, кто это. Раз, два, три. Это не крыса. Это кто? Тюлень? Нерпа? Нерпа. Нерпа. Как крыса? Сама ты крыса, блин. Малки, художники не очень хромают. На маке, бацо, очень даже ничего. Ребята, смотрите, какая красота. Теперь я буду спать с Чимином. И не совру, как бы. Это не Клик Бэй. Это не Клик Бэй. Это какое настроение? Хочешь с Чимином помоложе или с Чимином постарше? Без зависти. Паспорт Ники. Супер. Я все еще здесь. Был интересовала. Добрый кофе. Будем делать? На ребре сделаем? На жопе давай. На жопе, под сердцем, на голове, на лбу. На жопе мне больше нравится. Интересный, как это сказать. В общем, кому было интересно, я так и не умылась. Я хотела умыться после завтрака, но я села за монтаж. Я просто забыла. Я в 4 часа вспомнила, что я хотела потом умыться. И так и думаю. Здорово, правда? В общем, я тупица. Я начала загружать. Я заново поставила загружаться, потому что я начала загружать файл, который я сохранила. Вот этот. У меня, видите, их два. Я начала сохранять, потом отменила. И он получился на 28 секунд. Полный влог, который на 20 минут вышел. Я еще такая думаю, почему он так быстро загрузился. Оказывается, я просто не то загружала, поэтому вот поставила заново. Конца, края этому влогу нет. Я уже, если честно, не помню то, сколько там материала наснимала и сколько там всего есть, потому что просто реально не помню. И вот я просто беру все и снимаю. Я знаю, что последний раз, когда я хотела сесть за монтаж, это было недели две назад. Было мало материала, я решила все доснимать. Эти кадры уже будут последними. Мы решили сделать перестановку, потому что кондер, вот он здесь, дует на Никину голову. Я ей уже сказала, что ничего страшного, хуже не будет, но она что-то не этот. Короче, мы теперь будем передвигать кровать туда, а вот эту штуку переставлять туда, потому что Ника и так головой спит уже все время туда. Не знаю, это не очень интересно. О, Жорик гуляет. Ммм. О, писать сел. В общем, это не очень, наверное, интересно, но я решила, стоит поделиться. Что-то меня как будто отправили слиток золота, а не духи. А Ники пришли духи. Какие духи? Имитация тона формы. Имитация тона формы. Череп. А я вот сварила пельмени, буду их жарить. А вот Аша имитация похудения. Смешно. Это самоутвердилось? Ну, мать. Сейчас разбиты будут. Ребята, апдейт. Девочка, оказывается, которая это отправляет, у нее свой бизнес на Альберисе или на Озоне, мы точно не знаем. Ну, вернее, я точно не знаю, за рука как-то не хочет говорить. Она говорит, что она сама все упаковывает и отправляет. Как у любой другой. Сок ю. Неправда. Дальше поставщиков, знаешь. Думали, мы уже набрызгались, а мы даже не открыли. Мать приехала. Как ты сюда приехала. Дети, мам, вы сегодня никуда не идете. Мы не идем. Да придурки в такую жару на улицу выходили. Жесть вообще. Верно. И все, вот это вот и все. Пробник. А, пробники ты сказала, дашь мне все. Мила Бленд. Питье. Ой, твитик положили. О, это мне, я съем. Баунти духи. Тебе не нравится кокос? Мне нравится. Не как духи, а как масло. Ну, это и есть, да, масло? Чуть-чуть надо мазать. Вкусно, да? Прикольно. Может, это ароматизатор для... Это ароматизатор для моей шеи. То, ради чего мы здесь все собрались. Вкусно? На, мы должны угадать. Ооо. Ну, вишни. Не знаю, как доктор Пеппер. Понюхайте. Вот, кстати, сладко. А тебе же сладкий запах не нравится духов? Это же, понимаешь, сам пихен брызгает. Точно. Здравствуйте. Ребят, точно. Это просто типа, чем он пахнет, но не брызгайте этим. Угу. Этого мы тоже знаем. Вот он. А, тебе которая будет? Угу. Мама обидела, что я не сняла, только когда распаковывает картину. Конечно. У меня опять? Обдит. У нас этих наклеек уже дохренища. Мы их никуда не клеим. Где, как получится? Или придется ждать? Нет, нету здесь. Придется ждать. Неизвестность? Можешь вот отсканировать. Ой, ничего делать, ничего. Вот, сканируй и тебе... Господи, а не легче было? Нет, представляете, как люди заморочились? Придумали вот эту вот херню какую-то, чтобы отсканировать, посмотреть. Не легче было распечатать и приклеить картинку уже готовую? Сколько мелких деталей. Ёпарас, это я буду рисовать три года. Охренеть. Мама, не ругайся. Я ее буду долго рисовать. Нет, столько мелких деталей. Это она такая будет прорисованная, четкая. Выскажите комментарии. Комментарии. Потом, когда нарисую, прокомментирую. Пока. Ребят, смотрите. По-моему, неделю назад убрала вот три косточки манго. Посмотрите, он пророс. Вот один. Вот я еще не знаю, но вот этот вот. Посмотрите, он пророс аж через салфетку. Вон она там с другой стороны выходит. Он прям дырку сделал. Выставляете, как он хочет жить? Правда, не знаю, их сейчас надо сажать или подождать еще. Короче, надо почитать. Сейчас еще буду эти смотреть. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok